Что ж, английский финал Лиги Чемпионов, который я прогнозировал еще на стартовой стадии турнира, все ближе и ближе к реальности. Ливерпуль прошел Вильяреал. Это то, что, в общем-то, многими прогнозировалось, особенно после результата первого матча, но согласитесь, то, что сотворили подводники в первом тайме ответные встречи, это было что-то историческое. И в результате желтая субмарина довелась ничейного результата к перерыву по сумме двух матчей. 2-2. И тут, учитывая то, что матч был на испанской территории, учитывая то, что Вильяреал откровенно переигрывал и даже, можно сказать, возил по полю Ливерпуль до перерыва, здесь многие всерьез призадумались. А почему бы и нет? Почему бы не дерзнуть? Почему бы не одолеть Ливерпуль? В конце концов, уже была в свое время страница в истории Вильяреала, когда они уступили в полуфинале английской команде. Тогда это был Арсенал. И тоже все было на тоненького и в концовке, в серии пенальти. А вот здесь, на момент, так скажем, четвертого заключительного тайма в двухматчевой дуэли 2-2. И, казалось бы, игровое преимущество Мерси Сайдсов, ну, скажем так, которое было в первом матче, оно улетучилось, сменившись преимуществом Вильяреала. Все условия для успеха. Но все-таки Ливерпуль и Юрген Клопп – это глыбы. И они добились победы во втором тайме. Они оформили нужный результат и прошли дальше. В общем, показали себя и те, и другие. Давайте разберем эту встречу. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – это компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию. Специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну, а здесь Вильяреал в каком-то смысле рискнул в первом тайме, и ему фортуна улыбалась все стартовые 45 минут, но потом это сменилось неудачным вторым таймом. Что предопределило первую половину встречи? Ну, хотелось бы отметить, что, среди прочего, как мне кажется, вышел очень удачный состав, который отчасти напоминал предыдущую игру, но отчасти был новым. И причем изначально казалось, что вот эти изменения, они пойдут в минус команде, потому что не было, ну, скажем так, как одной из главных звезд коллектива Груневельда, который пропускал ту встречу, и вместо него вышел Диа. Но, что характерно, именно этот самый Диа оформил первый забитый мяч, таким образом предопределив стартовый расклад игры и сюжет первого тайма. И он, в принципе, показал себя неплохо. Действовал он впереди вместе с Морено. Здесь мы видим, что Вильярел немножко осмелел и пришел на игру с двумя чистыми нападающими. При этом полузащита по-прежнему была, скажем так, универсально оборонительной. Потому что, с одной стороны, здесь четыре игрока, способных действовать в опорной зоне. Это Пареху, Лочельцу, Капоэ и Коклен. Но при этом из всей этой четверки только Коклена можно назвать чисто оборонительным футболистом. Остальные способны подключаться в атаку. Даже тот же самый Капоэ, который когда-то считался таким достаточно закрытым полузащитником. А здесь, вот, пожалуйста, две голевые передачи и плюс еще и удаление. В общем, отжог по полной программе. В защите, ну, здесь все плюс-минус привычно. И ступеньян слева в центре защиты Альбиоль и Пау Торес. Прошлое и будущее испанского футбола. Хотя Рауль Альбиоль так периодически играет, что кажется, что это вполне себе настоящий испанский футбол. Но все-таки ветеран рядом с молодым суперталантом. И Фойт на правом фланге. На воротах Рульи, понятное дело. И хотелось бы отметить, сколько здесь футболистов с английским прошлым. Тот же самый Ло Чельсо. Тот же самый Фойт. Тот же самый Рульи, который, по-моему, в Манчестер-Сити когда-то тусовался. Тот же самый Капуэ, Коклен. В общем, здесь, куда ни посмотрю, в Вильяреала люди, знакомые с соперником и привычные к английскому стилю. Ну и повторяю, очень оборонительный, с одной стороны, состав полузащиты, потому что все способны обороняться. С другой стороны, Капуэ, Пареху и Ло Чельсо способны подключаться вперед. Что касается Ливерпуля. Ван Дейк на воротах. Простите, Ван Дейк. Да, конечно, Алисон Беккер. Ван Дейк в центре защиты. Ван Дейк вышел вместе с Конате. Арнольд и Робертсон на флангах. В центре поля Фабиньо Кейтай и Тияго Алькантера. Вот, пожалуйста, обратная ситуация. То есть, в составе Вильяреала много футболистов с английским опытом. А здесь Тияго, Фабиньо. Все ребята, которые успели потусоваться в испанской лиге. Кто-то долго, как Тияго. Кто-то ненадолго заехал, как Фабиньо. За молодежь Клориала мяч погонял. Но все равно, опыт определенный имеется. Ну и впереди Салах здесь же. Разумеется, Мане плюс Жота. Ну, ключевой момент, кто будет играть с Мане и Салахом. Жота или Диас. На этот раз выбрали португальца. И, наверное, это была, ну, не то чтобы ошибка. Это отчасти напрашивалось. С другой стороны, Жота откровенно не вошел в игру. И его действия, ну, скажем так, стали одной из проблем Ливерпуля. В первом тайме. Вообще, знаете, что характерно? Фактически первой и единственной такой серьезной перестановкой по ходу встречи в составе Мерси Сайцев был как раз-таки выход Диаса вместо Жоты. Сразу после перерыва. То есть, действительно, одна, казалось бы, перестановка. Но как многое поменяло в игре Мерси Сайцев. Потому что в первом тайме Ливерпуля просто не было. И мне кажется, здесь размен португальца Жоты на более техничного и маневренного Диаса это как раз очень правильный ход. Потому что в первом тайме Ливерпуль, ну, как бы это сказать, он очень-очень тяжело продвигался вперед. Не было нужных скоростей. Не было нужного темпа. Мо Салах получил двойную, а то и тройную опеку. И в результате его постоянно накрывали. В итоге получилась ситуация, что в атаке Жота не особо тащит. Мане тоже так-сяк. Салаха накрыли. Полузащита. Здесь, с одной стороны, какой-то персональной опеки, как против Салаха в этом матче, не было. С другой стороны, очень важно, что здесь Вильярел включил сумасшедший прессинг в первом тайме. Просто немыслимый. И, с одной стороны, ну, как бы Ливерпуль привычен к прессингу. Он сам мастер что прессинга, что контрпрессинга и так далее. Вот этот термин Гегенпрессинг, введенный, собственно говоря, во многом как раз-таки Юргеном Клопом. Все это, в общем-то, фишка Ливерпуля. Но, как мне кажется, здесь сказался очень важный нюанс из английского футбола. То, что против Ливерпуля, особенно сейчас, многие играют закрыто. Многие играют, встав в автобус. То есть, закрывшись в сверхобранительную тактику. И не особо стремятся подниматься высоко. Начинать прессинг далеко от своих ворот. И в результате получается, что Ливерпуль немножко привык к тому, что их особо не прессингует. Вот парадоксально, но факт. Все мы хвалим Англию за динамику. За то, что здесь каждая команда играет смело. Но против Ливерпуля в последнее время действует по-другому. Против Ливерпуля закрываются. И они, как видим, к этому привыкли. А тут Вильярел, который в первом тайме действовал абсолютно так же. То есть, закрывшись в автобусную тактику. И, видимо, англичане ждали примерно того же. Вильярел включает прессинг с первой уже минут. Высокий в том числе. И этот прессинг основан на том, что, повторяю, все четверо хавбеков способны эффективно обороняться и отнимать мяч. И Капуэ, и Ло Чельсу. И, тем более, как Лен и Пареху. В общем, великолепно отработал этот нюанс. Плюс к этому Вильярел играет на равных в плане владений. 50 на 50. То есть, подводники зачастую просто доминируют за счет контроля мяча. А зачастую, когда они теряли мяч в первом тайме, они включали такой прессинг, что Ливерпуль толком со своей половины поля не мог выйти. И в итоге 5-2 по ударам в первом тайме. Полное доминирование Вильярела в плане опасных моментов. Два мяча абсолютно по делу. Первый гол, но это стартовый натиск, которому не был готов, собственно говоря, Ливерпуль. Быстрый гол Диа. Это то, что нужно. Потому что, если бы, например, там, не знаю, на 30-й минуте до сих пор 0-0 было бы. И в головах футболистов висело бы, что нам нужно отыгрывать два мяча. Это было бы даже психологически тяжело. А так быстро забили мяч и уже преимущество всего один гол. И учитывая то, что здесь уже нет правила выездного мяча и, в принципе, можно рисковать. Потому что гол пропущенный на своем поле это уже не трагедия. Ну, не трагедия двойная, скажем так. Здесь как раз-таки Вильярел продолжил давить. И в концовке забил еще один гол на 41-й минуте. То есть из раздевалки в раздевалку. В начале тайма, в конце тайма. Плюс еще момент был достаточно спорный на самом деле, где можно было ставить пенальти ворота Ливерпуля. Там, конечно, очень картинно падал Ло Чельц. Он очень хотел показать себя. Все-таки игрок Тоттенхэма, бывший. Но перестарался. Вполне возможно. Так или иначе. 2-0. Ничейный результат по итогу первого тайма, если брать оба матча. И шок и трепет. По-другому и не скажешь. Что поменялось в тайме под номером 2? Ну, как я уже сказал, вышел вместо Жоте Диас. И это единственная, фактически, замена серьезная у Ливерпуля. И как она поменяла игру? Потому что здесь, как мне кажется, Диас, как дополнительный игрок маневра, он смог, так скажем, растащить оборону Вильяэла. Он много брал игру на себя. Он много шел один в один. И таким образом создавал пространство для Салаха и Мане. Которые в итоге отметили здесь. Салах голевой передачей, Мане забитым мечом. Сам Диас также забил голешник. В общем, здесь все очень неплохо. И это как раз-таки за счет того, что Диас много брал игру на себя и стягивал на себя оборону Вильяэла. Также хотелось бы отметить, что Вильяэл банально устал. Все-таки в первом тайме они слишком выложились. И даже, даже, простите, 45, 15 минут перерыва здесь не спасли ситуацию. Тем более, что обновление, оно тоже было здесь ограничено. Всего две перестановки. Коклен и Морено ушли. Вместо них вышли Педраса и Чуквеза на 68-м минуте. И это уже было в той ситуации, когда счет был 2-2. Нужно было идти на абордаж. А так, мне кажется, Эмири немножко проварганил этот момент. Стоило все-таки вводить свежих футболистов немножко раньше. Тем более, что вот посмотришь на резерв. Ну и Боро мог, и тот же самый Тегерос выйти в центре поля. Добавить здесь еще активности. Добавить свежести, чтобы прессинг продолжался. А так получается, что команда провисла в плане движения. Подустала. Уже со старта второго тайма было видно, что Ливерпуль вышел совсем с другим настроем. Клоп, видимо, там устроил своим подопечным то, что следует устраивать в подобной ситуации. И там уже перекладина на первых минутах второго тайма. Потом гол. Потом еще и еще. И в итоге в концовке Вильгериал еще и остался в меньшинстве. Ну, здесь тот самый случай, когда Вильгериал осознанно пошел на риск. Им нужно было как можно быстрее отыгрываться, чтобы дальше сохранять какие-то шансы. Когда ты проигрываешь 0-2 Ливерпулю по сумме двух матчей, тянуть время не стоит. С другой стороны, слишком сильно выложившись в первом тайме, Вильгериал очень серьезно просел в тайме втором. И здесь уже одной замены Ливерпуля, добавление вот этой активности, добавка скоростей и так далее, все это смогло взломать защитную линию подводников. Потому что все-таки, все-таки следует признать, что Вильгериал слишком много выложил в первом тайме. Во втором они были похожи на выжатый лимон. Очень мало опасных моментов и очень мало, в принципе, опасности во втором тайме от Вильгериала. И по итогу, ну, наверное, логичный вылет. Три тайма великолепны в исполнении Ливерпуля. Один тайм в исполнении Вильгериала. Но 45 минут из 180 в двухматчевой дуэли. Это, наверное, маловато для попадания в финал. В общем, посмотрим, что будет дальше. Вильгериал, скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но они, скорее всего, могут попасть в Лигу Европы. А там у Найэмери, ну, сами понимаете, заезженная пластинка, но очень приятная. Ну, а Ливерпуль выходит в финал, где они встретятся либо с Реалом, либо с Ман-Сити. Это уже будет известно завтра.